Здравствуйте друзья! Это видео посвящено еще одному датчику из экосистемы TU-E Smart, который относится к классу аварийных. Он предназначен для обнаружения газа. Это кстати мой первый опыт тестирования датчиков такого типа. Ранее из аварийных у меня на тестировании были только датчики дыма и затопления. Согласно заявлениям производителя, устройство предназначено для обнаружения природного газа, главным компонентом которого является метан. Это наиболее распространенный вид используемого в быту газа, поставляемый по газопроводам. Также он должен реагировать на LPG, сжиженный нефтяной газ, который хранится в баллонах и обычно состоит из пропана и бутана. Датчик можно применять и в случае использования биогаза, который производится из органических материалов, таких как древесина, отходы еды и т.д. Работает устройство по Zigbee, поэтому для работы необходим шлюз или альтернативный координатор. Обо всем этом далее в моем обзоре, а пока, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства датчик газа, предназначен для работы с природным LPG и биогазом. Модель TUYA TS0601, интерфейс Zigbee. Питание стационарное от бытовой электросети от 85 до 250 вольт, заявленное потребление 1,5 ватта. Сработка при достижении концентрации в 7% плюс-минус 3% для метана. Громкость звука при сработке 70 дБ. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Влажность до 95%. Те, кто видел мой предыдущий обзор про датчик дыма, несомненно узнают оформление этой коробки. Вот они рядом, явно прослеживается общий стиль, отсутствие указания производителя и даже экосистемы. Только фото и название устройства. На обратной стороне перечень параметров, про которые я уже рассказал. Могу еще добавить, что существует Wi-Fi версия такого датчика. В коробке нашелся сам датчик, он довольно компактный и небольшая инструкция на английском. Тут из полезного есть описание различного поведения светового индикатора, рекомендую изучить и где-то ее сохранить. На крышке коробки закреплена скрепка, она нужна для сброса датчика и перевода его в режим сопряжения. Датчик сделан в форме небольшого бочонка с перфорацией с фронтальной стороны. Там же находится кнопка тестирования, подсвечивающаяся светодиодным индикатором. Как и упомянутого мной датчика дыма, кнопка сброса и перевода в режим сопряжения находится сбоку и спрятана внутрь корпуса, для того чтобы ее нажать и нужна скрепка. Питание датчика от бытовой электросети, поэтому в месте установки должна быть розетка. Согласно инструкции, датчик нужно устанавливать на расстоянии от 30 сантиметров до 1 метра от потолка. Вилка съемная, с точки зрения производства это удобно, так как один и тот же датчик в зависимости от типа вилки, можно легко применять с розетками разных стандартов, тем более что устройство работает в диапазоне напряжения от 85 до 250 вольт. Для разборки нужно вывинти два самореза, которые находятся как раз под съемной вилкой. После этого снимается передняя крышка, которая дает доступ внутрь корпуса. Датчики газа работают на основе принципа изменения электрического сопротивления, это происходит в результате взаимодействия газа с его поверхностью и в зависимости от текущего сопротивления датчика вычисляется уровень газа в воздухе. Обратная сторона платы датчика. Слева видны две большие контактные площадки, в собранном состоянии они прижимаются к контактам вилки питания. Здесь же находится и Zigbee модуль. Взаимодействие с умным домом традиционно начнем с штатной системы управления Tuya Smart. Для работы с Zigbee версией датчика нужен шлюз, я использую проводную версию NAS ZV05B0 с поддержкой HomeKit, ссылка на обзор в описании. Нужно запустить его плагин и выбрать опцию добавления дочерних устройств. Датчик переводится в режим сопряжения удерживанием скрепки на спрятанной в корпусе кнопки, пока не начнет мерцать светодиод. После этого он подключается к шлюзу и появляется в списке устройств. Так как это датчик, относящийся к классу аварийных, то запускается тест для проверки получения уведомлений, для чего приложение Tuya Smart должно иметь соответствующее разрешение и находиться в автозагрузке. В отличие от датчиков протечки и задымленности, которые фиксируют только факт наступления события, датчик газа имеет и цифровой параметр в содержании газа в воздухе. Сработка происходит при достижении значения в 7 единиц, но в автоматизациях можно использовать и более низкие значения. Так как я живу в высотном доме, у меня нет стационарного подвода газа, все на электрике. Поэтому для тестирования буду использовать туристическую горелку и баллончик. Газовая смесь в нем в основном состоит из бутана. Забегая вперед скажу, что датчик реагирует и на распыление дезодоранта или туалетной воды. Тест проводится в хорошо проветриваемом помещении, не повторяйте этого у себя дома. Пошел газ, почти сразу датчик стал реагировать на повышение концентрации. Сработка при достижении 7 единиц. Когда значение упадет ниже 7, он выключится. Время последней сработки будет отображаться на плитке датчика в списке устройств. Описание и время всех событий в его журнале, которые можно посмотреть в плагине. Рассмотрим меню настроек. Первым пунктом идет выбор мелодий, хотя мелодиями это назвать сложно, просто разные варианты пищания биппера. Далее идет длительность сигнала в секундах, он будет повторяться пока концентрация газа не упадет ниже 7 единиц. Автообнаружение это запуск самотестирования, при котором проверяется сенсор газа и несколько секунд работает биппер. Имитируется кратковременное срабатывание. Если все в порядке, то в строке результат автообнаружения будет статус успешно. Запись о тесте сохраняется в журнале событий. Следующая строка предварительный нагрев, им управлять нельзя, отображается только статус. С точки зрения функционирования датчика газа, предварительный нагрев нужен для повышения его чувствительности, особенно при низких температурах. Последние две опции позволяют отключать биппер и сработку сенсора газа, я имею в виду его переход в состояние включено при достижении концентрации газа в 7 единиц. В данном случае он может использоваться как индикатор загазованности без включения тревоги. В меню общих настроек все стандартно. Про совместимость с другими системами типа Google Home тут ничего не сказано, и я со своей стороны это подтверждаю, датчик там не появляется. Есть меню обновления прошивок, из коробки стояла актуальная версия. Можно вывести иконку плагина на рабочий стол или удалить устройство из системы. Для взаимодействия с другими устройствами умного дома датчик можно и нужно использовать в автоматизациях. Начнем с раздела триггеров при изменении статуса устройства. Герой обзора тут имеет целых девять пунктов. Хотя сразу скажу, что далеко не всем можно придумать вариант использования. Сработка датчика газа. Напомню, оно происходит при превышении значения концентрации в 7 единиц. Тут есть два варианта. События при активации и при отключении датчика. Можно сделать автоматизацию, реагирующую на концентрацию газа больше, меньше или равно. Следующий параметр смена мелодии. Практического применения я придумать не могу. Равно как и изменению длительности сигнала. Что касается самотестирования, которое тут называется автообнаружение, то можно например сделать автоматизацию, которая будет слать уведомление в том случае, если его результат не будет успешен. Последним трем пунктам я тоже не вижу особенного применения. Туя просто выносит сюда все пункты настройки, а зачем и как ими пользоваться решайте сами. Этот датчик может использоваться и в действиях автоматизации. Пункт запустить устройство. И тут есть 5 пунктов. Принцип тот же, все что можно менять в настройках, можно менять и через автоматизацию. Например мелодии и их длительность. А вот самотестирование полезная опция. Логично было бы запускать ее например раз в неделю, и в случае если результат теста возвращает любое значение кроме успешно, отправлять уведомления. Через автоматизацию можно также отключать и звук и включение датчика газа. Кстати, для этих пунктов есть применение. Отключать перед самотестированием, чтобы никого не тревожить и включать после его проведения. Для того чтобы проверить как выглядит процесс самотестирования, я сделал небольшую автоматизацию, которая запускает его по нажатию на кнопку выключателя. Выглядит это так. Теперь перейдем к Home Assistant. Интеграция HomeKit контроллер, в которую шлюз добавлен в качестве моста, не видит этого датчика, следовательно и приложение DOM от Apple тоже его не увидит. А это штатная интеграция Tuya, которая работает через облачный аккаунт приложения. В списке устройств датчик появился, правда с припиской неподдерживаемый. Но несмотря на это, если зайти на страницу устройства, тут есть два его главных показателя. Бинарный сенсор, который напомню срабатывает при превышении концентрации в 7 единиц и сам уровень концентрации. При запуске самотестирования, либо нажатием кнопки на корпусе или через приложение, которое работает параллельно, датчик газа срабатывает. Значение концентрации при этом естественно не меняется. Далее рассмотрим методы для локальной связи с датчиком. Для этого его нужно отключать от родного шлюза и подключать к альтернативному координатору. Начнем тоже с штатной для Home Assistant интеграции ZHA. Роль координатора тут выполняет USB ZigBee Stick Sonoff E. Запускаю режим добавления новых устройств и сопряжения на датчике. Уже на этапе подключения можно понять, что интеграция не умеет работать с этим датчиком, никаких объектов тут не определено. Так и есть. Кроме скрытых по умолчанию уровня и качества сигнала, тут ничего нет. Из раздела информации об устройстве видно, что оно является роутером, что в общем-то свойственно для гаджетов, стационарным питанием и нулевой линией. Следующий путь это дополнение ZigBee to MQTT. В отличие от ZHA, Z2M работает автономно от Home Assistant, взаимодействуя с ним через сервер MQTT. Актуальная на момент тестирования версия 1.32. Тут поддержка датчика есть из коробки, он определяется и добавляется в систему нормально. Он обозначается тут как сенсор газа 2, соответственно есть и первая версия. Отличается от героя обзора меньшим количеством параметров, в частности у нее нет показателя концентрации газа в воздухе. Так выглядит страница экспозиции. Тут добавлен полный набор всех параметров, которые мы уже подробно рассмотрели в приложении Tuya Smart. Добавили даже смену мелодий, хотя правильнее было бы назвать рингтонов, как на старых еще монофонических телефонах. Работает и самотестирование, включая его результат. Тут оно в процессе выполнения, с соответствующим статусом. И на этом этапе я обнаружил, что первый параметр газ не меняется, остается в состоянии выключено. Еще один тест уже реальный, концентрация превышает 10 единиц, датчик при этом пищит, но параметр газ остается выключенным. Полагаю, что в конвертере допущена ошибка, однако проблемы в этом не вижу совершенно, так как в самом Home Assistant можно легко сделать template sensor, который будет реагировать на изменение концентрации, причем с установкой любого значения. Поэтому я и не стал заморачиваться с внешним конвертером. Все эти параметры пробрасываются и в Home Assistant через интеграцию MQTT. Все лишнее я бы деактивировал, чтобы не мешало, оставил бы только концентрацию газа, на которой бы и строил автоматизации template sensor, а также запуск и результат самотестирования для периодического запуска и отправки результата например в Telegram. Проверим еще один последний на сегодня вариант SLS шлюз. На дату проведения тестирования актуальна официальная версия прошивки от 15 февраля 2023 года. Процесс подключения стандартный и уже на этом этапе становится понятно, что в этой версии датчик не поддерживается. Способ решения проблемы путем подбора конвертера от похожего по функционалу устройства в этом случае не работает, так как датчик достаточно специфический, особенно с учетом возможности измерения концентрации газа. На момент выхода обзора добавление датчика в поддержку шлюза в процессе внедрения. В ходе тестирования датчик вел себя ожидаемо, адекватно реагировал на появление газа в воздухе, в этом случае концентрация увеличивалась и на проветривание, тогда концентрация уменьшалась. Собственно уровень концентрации и есть тот параметр, который он измеряет. Бинарный датчик газа срабатывает на превышение значения в 7 единиц. Если вы используете газ у себя дома, то такой датчик наряду с датчиками дыма и протечек будет совершенно не лишним. Размещать его нужно в непосредственной близости от тех мест, где возможна утечка газа, соответственно нужно учитывать, что датчику нужно стационарное питание от бытовой электросети. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на магазины, где можно приобрести этот датчик и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok